Добрый день! Который бы я заглавила, ах, это свадьба, пела и гуляла. К сожалению, почему-то мы не слышим наших радиослушателей, нет звонков, может быть, вы не запомнили наши телефоны, поэтому я повторю 708-502, 708-502 и телефон для смс 8909-720-1010, звоните, пишите, будем рады услышать ваше мнение. Итак, говорим о свадьбе. Не так давно в июне месяце состоялась свадьба, молодожены гуляли в одной из, отмечали этот великий день в жизни двоих людей и в жизни их семей, конечно же, в одном из кировских кафе. Было 50 человек гостей, но когда на столы подали пищу, которую можно назвать одним словом помои, собственно говоря, молодые супруги возмутились. Достаточно уже ближе к вечеру они обратились к администратору с просьбой разобраться в ситуации, ведь пища, которая была подана, она была неудобоваримая, и к тому времени уже у некоторых гостей, у некоторых гостей уже разболелись животы. Но могу сказать, что в следующий день все 50 человек провели в туалете, и второй день свадьбы, увы, не смог состояться по этой причине. Так вот, молодые люди пошли разбираться к администратору. Администратор сказала, что часть продукции, часть поданной пищи, в частности, жюльен, за него она деньги брать не будет, а на остальные испорченные продукты даст скидку всего лишь 3%. Молодые начали возмущаться, молодые и их родственники начали возмущаться, и тогда администратор заведения вызвала полицию. Произошла неприятная разборка в фойе заведения, когда гости свадьбы попросили полицейских оказать им содействие для того, чтобы взять образцы пищи, которые на следующий день или через день планировали сдать на экспертизу, чтобы подтвердить ее некачественность. В принципе, полицейские поступили своеобразно. Некоторую часть гостей, в том числе и молодых, они увезли в полицию. Ну, вначале была наркология, где всех освидетельствовали на количество принятого ими алкоголя. Но перед тем, как люди уехали, произошел тот самый страшный инцидент, после которого, собственно говоря, возникло два уголовных и одно административное дело. И сегодня двум человекам, которые гуляли на этой свадьбе, в том числе жениху и гостю, дяде невесты Сергею Кротковым, гость нашей студии, грозит уголовное наказание до 5 лет лишения свободы. За то, что люди оказываются... Сергей, как правильно называется? В чем вас обвиняют? Какая статья? Оказание сопротивления сотрудникам милиции? Оказание сопротивления сотрудникам милиции. Сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей. Ну что ж, я коротенько расскажу, в чем дело. Когда в фойе... Простите, нам показывают, что у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я слышу вас. Представьте, скажу вас. Вы извините, я побеспокою вас, я уже звонила. Я вот по какому вопросу. Во-первых, когда они все собрались, вот эти гости, вот когда они начали есть, ведь надо все-таки понюхать было, что они едят. Если такой запах, наверное, стоял ведь. Простите, вы не представились. А, Мария Ивановна. Мария Ивановна. Мария Ивановна, скажите, пожалуйста, я пришла на свадьбу, понюхала, поняла, есть невозможно. Ну все, надо было... Чего? Надо было всем встать и уйти. Куда? Или просто им сказать, что товарищи, пахнет у вас. Мария Ивановна, куда пойти? К вам в гости 50 человек? Да нет, ну почему в гости? Тем более 50 человек. Выходной день, свадьба, рестораны заняты, свадьбу заказывать заранее. Куда переместиться? Есть предоплата, есть все. Куда пойти 50 человекам? Это не 3, не 4, не 5, и даже не 10. Ну они могли просто отказаться от еды, и все это раз. Во-вторых, я, знаете, что предлагаю? И просто сидеть выпивать? Не знаю, может быть, там кантятрава. Дело в том, что, видите, животные и то нюхают. И потом, я, знаете, еще предлагаю, и, конечно, это глупо, я не знаю, но надо все-таки, когда свадьба или что-нибудь, чтобы такой человек был, вот как у нас в правительстве. Вначале там определенный человек нюхает, ест, и потом уже дают, вот, допустим, Путину, там, Медведеву, другим. Понятно, то есть попробовал, не окочурился, запускаем свадьбу. Да, вот тогда начали скидить. А, Мария? И потом я еще, вот что, извините, еще одну секунду прерву вас. Дело в том, что вот очень хорошая столовая у Потребсоюза. Спасибо, это уже реклама, Мария Ивановна, спасибо вам большое, до свидания, рекламу не будем пропускать. Ну что ж, вот, значит, наш радиослушатель отозвался. Но я считаю, что предложение Марии Ивановны на данном этапе невозможно. 50 человек встали, вышли и куда-то пошли. В ночь, на природу, не знаю, такие пикники свадебные, я не представляю, как это происходит. Но я продолжу историю. Начался инцидент, собственно говоря, еще в фойе заведения, когда Сергей Коротков попытался записать то, о чем говорит сотрудник полиции. Попросил его представиться. Сотрудник полиции отказался это сделать. Сергей включил диктофон, диктофон был выбит. Потом сотрудник полиции толкнул Сергея, дабы не упасть, он вцепился ему в бронежилет. Короче, вся эта ситуация закончилась тем, что Сергея и его супругу посадили в милицейскую машину, куда садилась невеста. В момент, когда невеста садилась в транспорт милицейский, сотрудник полиции закрыл дверь, вольно или невольно, и прижал девушке пальцы. Естественно, женщина, которой отдавили руки, пальцы дверями автомобиля, ну, первая реакция, да, женщина кричит, бежит ее жених, и, ну, догадались дальше, что произошло, он ударяет, по его мнению, виновного в лицо. То есть так был нанесен первый удар сотруднику полиции. Дальше полиция проявила себя во всей красоте. Всех людей вытащили из машины, положили лицом, как говорится, в пол. В это время Сергея нанесли удар, стукнули его лицом об асфальт. У него зафиксировано сотрясение мозга. Затем на руках зацепили наручники, которые перетянули руки, и в таком состоянии Сергея доставили в наркологию, где уже были его жена и невеста, которых почему-то освидетельствовали на предмет и количество выпитого. Забавная история. Хотя, в принципе, супруга Сергея была абсолютно трезвая, но невеста позволила себе немножко употребить. Интересно, а где люди видели трезвых гостей свадьбы? По-моему, нигде. По-моему, на свадьбе выпивают даже совершенно практически не пьющие. Ну что ж, вот и закончилось. Это было еще не все, и закончилось все это дело тем, что молодых Сергея, его супругу, доставили в полицию. Было возбуждено два уголовных дела. Давайте послушаем. Во-первых, мне показывает, что у нас есть звонок, да? У нас есть звонок радиослушателя. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? У них... Евгений. Евгений. Не раз. У них должны быть чеки на проведение этого вечера. Это является доказательством. Хорошо. На 50 с лишним человеком. Хорошо, спасибо вам. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. Сейчас мы попробуем связаться с руководителем прислужбы МВД по Кировской области Сергеем Баранцевым. Мы услышим, что он думает по этому поводу. Но мы также еще услышим Сергея, который говорит, поскольку Сергей, как мы уже узнали, бывший сотрудник милиции сам, и разбирается, как должен себя вести полицейский, что он должен предпринимать в каких-то таких острых ситуациях. Мы выслушаем Сергея, потому что у него есть еще точка зрения на происходящее. А сейчас у нас на связи Сергей Павлович Баранцев, руководитель прислужбы МВД по Кировской области. Сергей Павлович, здравствуйте. Добрый день, Елена. Как всегда, рада вас слышать. Скажите, пожалуйста, что вам известно об этом деле? Что происходит? Ведь, насколько я понимаю, Сергей Кротков – это человек, довольно долго служивший в милиции, служивший в органах. И когда он после свадьбы получает сотрясение мозга, а теперь вы понимаете, что впереди у него, собственно говоря, пять лет тюремного заключения. Пусть пока гипотетически, но статья говорит именно об этом. Что же происходит? И коротко о тех событиях, что после того, как работниками кафе была нажата кнопка тревожной сигнализации, на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Причину вызова работники заведения объяснили тем, что произошел конфликт с посетителями, которые отказались оплачивать предоставленные услуги. Хочу отметить, что сотрудники полиции вели себя предельно корректны. Все-таки, значит, при вызове тревожной кнопки наряд пребывает в полной готовности реагировать в сообразной обстановке. Она, прежде всего, касается пресечения каких-то хулиганских действий, пресечения грабежа, разбойного нападения. Поэтому приезжает в полной экипировке, ну и совсем, так сказать, не для того, чтобы разбираться в том, какого качества услуги здесь были оказаны. Во время выяснения обстоятельств... Заведение, да. Нажав кнопку тревожной сигнализации. Вы уже это сказали. Далее произошел конфликт, продолжал, видимо, понарастающе идти, поскольку, значит, были высказаны угрозы в адрес администратора, в том числе с использованием нецензурной лексики. На замечание прекратить подобное действие... Скажи, пожалуйста, Сергей, а то, что гости свадьбы использовали нецензурную лексику, а не то, как гости свадьбы говорят, что сотрудники полиции нецензурно выражались, и тому есть свидетели. Почему так? Одним верят, а другим нет. Это был риторический вопрос. Давайте, нет, закончим уже тем, что, значит, после того, как были сделаны замечания о недопустимости и подобного выражения, в том числе адрес работников заведения, на эти замечания особой реакции не было. Более того, в адрес Стражей Порядка были высказаны призывы, ну я так, в недословной форме, бить Стражей Порядка. На самом деле это звучало несколько по-иному. Ну, в результате сотрудники полиции... Я даже нагадываюсь, как это звучало. ...были вынуждены доставить нарушителей в отдел полиции. В настоящее время возбуждены два уголовных дела по статье 318, это применение насилия в отношении представителей власти. И расследованием этих уголовных дел занимается Следственный комитет, который собирает все доказательства, показания, ну и ряд, так сказать, других моментов присутствует. Сергей Павлович, спасибо вам большое за то, что вы рассказали. Ну, у меня сейчас будет единственный вопрос. Сергей Павлович, вы коротково знаете, ну знаете. Скажите, пожалуйста, он реальный матершинник и агрессор? Для чистоты эксперимента, знакомый лично? Сергей Павлович, мы знакомы лично. Я сейчас услышал фамилию этого человека, который... Да-да-да, он матершинник, он агрессор, он может, это самое, как вы сказали, угрожать, ну биться при призывании. Не совсем корректно тут переводить на какие-то межличностные отношения. Не межличностные. Извините, вы представитель пресс-службы, мы с вами знакомы давно. Вы спрашиваете, а знаком ли я лично, и поэтому, значит, здесь переводить, давать какую-то оценку, значит, я не буду. Вы ведь все равно человек, и вы разговаривали, и знакомы, и общались с Сергеем Коротковым. И вот ваше личное впечатление, он действительно похож на матершинника и хулигана? Может быть, он сидит в нашей студии, рассказывает про себя не то? Может быть, у вас есть личное мнение? И он не такой хороший, как он пытается о себе рассказать? Елена Юрьевна, к сожалению, не слышал, значит, начало программы, поэтому не готов, значит, принять обсуждать то, что было сказано Сергея Владимировича Знове лично, значит, и... Так вот, лично он матерится, он дерется. Вы застукивали его за этим? Тем более, речь идет, наверное, не только о нем одном в данной ситуации. Хорошо, Сергей Павлович, спасибо вам большое. Мы услышали мнение, мы услышали официальную версию. С нами на связи был руководитель прислужбы МВД по Кировской области Сергей Баранцев. Сергей Павлович, спасибо и до свидания. Так, Сергей, вы хотели что-то сказать. Я хотел вопрос задать. Как раз по таким высказываниям, как призывы бить стражей порядка и так далее и тому подобное, я, по крайней мере, знакомился с делом об адном правонарушении, которое в отношении меня было возбуждено. Никаких таких сведений в рапортах нет. Это раз. То есть сами сотрудники полиции об этом никто не высказывал. А сейчас они просто пытаются себя прикрыть. Сергей, работая сотрудником милиции в свое время, вы наверняка знаете, что сейчас прикрытие бывших ваших сослуживцев пойдет со всех сторон. Станем как один, скажем, не дадим. А что вы удивляетесь? Вы раньше сами там служили и прекрасно понимаете, что происходит. Это терять работу, это терять приличный оклад, собственно говоря, и навешивать на себя то, что он был некорректен, вел себя противозаконно. Извините, даже то, что сотрудники приехали и не представились, и даже на требования ваши не представились, кто они, как их завод и где служат, чины и звания, должности и так далее, это уже является нарушением. И дальше нарушений было достаточно много. Извините, ваша порванная рубаха, ваше сотрясение мозга, что вас ведь не невеста фатой била, а все-таки люди, которые являются на данный момент, продолжают являться представителями ОМВД Кировской области. Ну что ж, значит, Сергей Павлович Баранцев сослался на то, что уголовные дела все-таки расследуются Следственным управлением Следственного комитета России по Кировской области. Давайте попробуем связаться с ними и поговорить, что делается там в следствии. Пока к вам, Сергей, вопрос. Вот то, что вы услышали, призывы бить, некорректное поведение. Я знаю, что вы записывали на диктофон, когда сотрудник полиции, и было там и много свидетелей, когда сотрудник полиции реально и нецензурно, как вы сказали, посылал вас. Я не буду повторять про то место, куда вас посылали. Это было и тому есть свидетели? Да, это было и тому есть свидетели. Кроме того, в метре от меня, за спиной у меня стояла моя жена. Которая пришла свидетельствование на абсолютно три из вас. Скажите, пожалуйста, если вы об этом сейчас говорите, значит, следствие вас не слышит? Следствие меня просто не слышит или не желает слышать, но... Подождите, у вас хороший адвокат. Почему не заявляется требование? Вот свидетелей, которые были очевидцами всех тех разборок матов, когда на вас рвали рубаху, когда вас пытались ударить, когда вас, извините, всех положили лицом в пол, когда вас били головой об асфальт, когда ваши руки были стянуты наручниками, и вы сколько по времени, собственно говоря, кричали, чтобы ослабили, потому что ваша жена уже при врачах сказала, что руки уже холодные, а вам говорили ключей нет. То есть, знаете, для меня это истязание, вольно или невольно, человек ошибся, не ошибся, но, знаете, было время и возможность расстегнуть и ослабить наручники, и ключи у человека были, 50 минут было, да? Ну, то есть было очень много интересных вещей происходило. Увы, следственное управление не выходит с нами на связь, хотя у нас была договоренность поговорить, но могу сказать, что, значит, расследование действительно ведется, нам передали по телефону, еще до эфира следствия не ведется, но комментировать в процессе следствия все события следственное управление не берется. Увы, очень жалко. Поэтому я продолжаю задавать вам вопросы. Так вот, скажите, сотрясение мозга, то, что вас били лицом по асфальту, то, что ваши руки едва не изувечили перетянутыми этими наручниками, и только, собственно говоря, обращение жены уже к медикам, потому что вы все были доставлены в наркологию, собственно, вот вам все это ослабили. Потом до утра, насколько я понимаю, невеста, жених, который бросился на сотрудника полиции, так как посчитал. Ну, вы знаете, сложно себе представить ситуацию, когда молодая жена вдруг начинает дико кричать, потому что ей отдавили пальцы в дверях у автомобиля, сложно представить мужчину, который не бросится защищать свою молодую супругу, да, в принципе, любую супругу, в принципе, любую спутницу. Дело мужчины защищать женщину, а то, что тут подвернулся сотрудник полиции, ну, вот, я считаю, что не повезло. Но любой бы мужик начал защищать свою молодую жену, ведь это так. Скажите, почему вас не слышат? Почему вас не понимают? Кстати, ведь жених, в отношении него тоже возбуждено такое же уголовное дело. Да. И он признал, что ударил? Он признал, что он ударил. Естественно, ударил, защищая свою жену. Ну, вот, следствие, видимо, даже этот момент не желает воспринимать. Хотя, в принципе, сам по себе удар, сам по себе удар был именно спровоцирован незаконными действиями сотрудников полиции. Вы так считаете, почему? Почему сотрудники полиции действовали незаконно? Они изначально приехали, отказались нам помогать, отказались помогать, спровоцировали все. Знаете, вот в этом месте у меня есть сомнения. Они приехали по тревожной кнопке, и утилизировать протухшие продукты питания, в принципе, наверное, не вменяется им в обязанности. Я бы за это их не винила. Я понимаю, вам хотелось разобраться, но мы получили ответ от представителя Роспотребнадзора. Он сказал, что надо было вызывать скорую. Как только заболели животы, вам нужно было вызывать скорую. Всем или по отдельности надо было фиксировать. То есть следствие сегодня достаточно агрессивно относится и к жениху. То есть для них это не попытка заступиться за свою жену, а это совершенно четко избиение сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей. Вы знаете, они просто взяли и вычленили вот этот момент. Они не смотрели, что там вытворялось сотрудниками полиции до этого. Они просто вычленили момент, что вот у меня тут закричала невеста, и я вот ударил. Всё. Насколько мы поняли, это было так. Нет, я понимаю, что разгорячённые люди, свадьба, первый день, торжество, и вдруг вместо криков горько. Извините, одно желание домчаться до туалета. Избиение и так далее. Потом, значит, девушки причинили боль. Я не знаю, сейчас, по-моему, любой содрогнётся, представив, как его пальцы зажимают в дверях автомобиля. Любой заезжит. И реакцию молодого мужа защитить. Но вот здесь, я бы сказала, может быть, можно было попытаться оттащить за руку, не сразу бить. Но я понимаю, что люди были разгорячены, во-первых, плохим качеством обслуживания, во-вторых, тем, что приехала полиция и вела себя, по вашему утверждению, достаточно дерзко и противозаконно. Я понимаю горячность человека, но всё-таки можно было, наверное, как-то не бить. Но он осознал. Он осознал. Он осознал, но нужно иметь в виду, что вот те сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, если даже они не имеют полномочий изымать ту продукцию, которая является некачественной, они обязаны принять меры к тому, чтобы на место прибыли люди, которые обладают такими полномочиями. Это прямо написано в законе о полиции. То есть вы обратились. Значит, когда была нажата тревожная кнопка, они подъехали. Они подъехали. Они подъехали. Но они поняли, что конфликт, собственно говоря, вот это итог конфликта, когда невеста сказала, что она не будет платить за некачественную продукцию, некачественный товар. В принципе, ведь это, как действительно нам сказал представитель санитарного надзора, ведь он сказал, есть договор, а в договоре указано, да, обслуживание, хорошее питание, там всё перечислено. То есть, собственно говоря, если одна сторона договаривающихся в лице администратора вот этой кафушки и невесты, которая сказала, что она платить не будет, в принципе, они встревать-то тоже не имели права. Вот это тоже иные отношения. Они встревать не имели права, но тогда возникает вопрос, а на каком основании они нас тогда в отдел-то повезли? Они не имели права тогда нас и доставлять. А вы ведь спрашивали, почему вас повезли в отдел? Почему вас повезли вначале на освидетельствование в наркологию? Что такое? Что такое? Вы валялись, в сугробе носом спали, в лужи плавали? Совершенно непонятно, невеста в фате. То есть, я думаю, что это редкую невесту доставляют в наркологию. Вместо первой брачной ночи человек сдаёт там либо кровь, либо мочу. Потом, значит, всю ночь, первую брачную ночь, человек проводит в подразделении, сидя. Вас в клетку садили? Или за решётку? Или вам всё-таки разрешили на стульчиках посидеть в отделении? Нет, нам разрешили на стульчиках посидеть в отделении, но при этом тот сотрудник полиции, который меня задерживал и надевал мне наручники, постоянно заходил и требовал, чтобы я не сидел на скамейке, а стоял. Ему, видимо, это очень хотелось. Почему? Обухов его фамилия. Почему? Я не знаю, но он этого не разъяснил. Чем его мешали сидячие? У меня к вам вопрос. Действительно ли то, что в тот момент, когда вы находились в полиции, вам пришлось вызвать себе скорую помощь? Да, пришлось вызвать скорую помощь, поскольку болел живот. Так. Это было связано уже с отравлением, и я понимаю, что в один туалет вы все не вмещались уже тогда. Но живот заболел как раз после того, как вот употребил такую пищу. Ну, нет, я понимаю, что с этим и связано. Давайте сейчас попробуем услышать версию невесты и ее историю. Насколько... Так, у нас на связи Анна. Это невеста. Это человек, который... Вот давайте вначале услышим. Анна, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вся ситуация, которая происходила в кафе на вашей свадьбе, слушайте, это абсолютно кощунственно. Просто звонят наши радиослушатели и говорят, надо было всем в статью идти. Ага, 50 человек большой толпой пошли, значит, посидеть на газоне. Анна, вот как отреагировала администратор на вашу просьбу, когда вы сказали, что не будете платить? Никак не отреагировала. Она сказала, что все нам исключительно свежих продуктов и никак она не реагировала на то, что мы возмущались качеством продуктов. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы, когда садились в полицейскую машину, как вы думаете, вам специально или случайно отдавили пальцы в дверях? Я думаю, что не специально, случайно, но все равно это было как бы... Меня сначала схватили за руки, потом стали закрывать двери и в этот момент мне придавили пальцы. Подождите, пожалуйста, кто хватал вас за руки? Поясните, пожалуйста, насколько я понимаю, что разговор ведется о некорректном поведении полицейских. Они меня стали оттаскивать от машины, схватили меня и стали закрывать двери и в этот момент прижали мне руки. Мне совершенно непонятно. Вы были в белом платье, в фате? Ну, я была в платье, но без фаты, да. Ну, хорошо. Совершенно четко было понятно, что вы невеста. И, значит, мужчины в бронежилетах, значит, у вас... Я стала возмущаться, что увозят моих гостей, моих родственников. Так. Я не могла понять, почему увозят их, если заказчик я. Ну, разговор, в принципе, стоял о том, что вы отказываетесь платить и по здравом размышлении, если они собрались разбираться, то разбираться надо было бы с вами. Так, а людей повезли? А увозят их. А вы видели, как Сергея били? Мы спускались вместе с ним на лифте. Нет, а вы видели тот момент, когда вот всех положили после того, как ваш муж ударил полицейского? Вы это видели? Кому еще некорректно относились полицейские? Вообще их поведение... Да, мой папа, он пытался рвануть, ну, чтобы разнять хоть как-то. Его тут же закрутили, руки за спину, 50 лет человеку. То есть, как бы его, мама жениха была, ее толкали два раза, она чуть не упала. То есть, ну, как бы там все, вот в этой суматохе, они всех растолкали просто. Ну, вот уж воистину русская свадьба без мордобоя не происходит. И если гости мирные, то тогда, значит, получается, мордобой все равно состоится, но несколько с иными участниками. Анна, спасибо вам большое. Надеюсь, кстати, как ваши пальцы? Не переломов, ничего? Обошлось? Нет, нет, так просто ушло. А как ваша семейная жизнь? Все хорошо. То есть, не отразилось? Нет. То есть, эта история вас сплотила? Ну, дай бог, чтобы с вашим мужем ничего не происходило в действительности, чтобы вас услышали, чтобы вашу семью услышали, что муж все-таки бросился вас защищать. Спасибо и до свидания. У нас на связи была Анна, невеста на той свадьбе. Ну, а давайте мы сейчас уйдем на небольшой совсем перерыв, несколько секунд, а потом продолжим. Ну что ж, продолжается дневной разворот. С вами Елена Овчинникова и у нас есть СМС-ка по поводу нашей истории. У нас репрессивная власть, полиция репрессивная, с традициями 37-го года в Вятке, правда, правила приготовления. Пищи нарушены из-за низкой квалификации. Подпись. Алло. Игорь. Алло. Слушаю вас. Простите, пожалуйста. Будьте добры, пожалуйста, Александра Владимировича Харюшина. Харюшина. Алло, здравствуйте, Александр Владимирович. Скажите, пожалуйста, с вами дневной разворот и Елена Овчинникова. Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь уголовным делом Сергея Короткова, которого подозревают в взбиении сотрудника полиции. Скажите, у меня к вам вопрос. Вот Сергей обращался в травму и были даны заключения, что у него сотрясение мозга. Он писал заявление о том, что, вернее, есть сообщение о том, что он был избит сотрудниками полиции. А это как-то отсматривается отдельно, кроме того, что Сергей якобы кого-то там бил? Это в рамках уголовного дела все доводы проверяются, в том числе и эти. А почему в рамках уголовного дела? А это разве не иное уголовное дело? Ну, во-первых, проверяется сама законность всех действий сотрудников полиции, в том числе и сотрудников полиции. Действий Короткова Сергея Владимировича. Скажите, скажите, пожалуйста, вот Сергей рассказал о том, что, собственно говоря, многочисленных доводов о том, что сотрудники полиции говорили нецензурно, о том, что их действия были, мягко говоря, неправомочные и незаконные, что следствие не слышит этих доводов. Соответствует ли это действительности? То есть мы сейчас говорим о том, что следственное управление на данном этапе работает определенно в сторону полицейских. Ну и ни в чью сторону не работаем, мы выясняем обстоятельства все. В том числе и допрашиваем по его доводам. Скажите, пожалуйста, вот у нас Сергей может вам задать вопрос. Сергей, вот... Мне сейчас некогда разговаривать, перетяните, пожалуйста, попозднее. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Мы напоминаем, что у нас сейчас на связи был Александр Владимирович Харюшин, это следователь по делу. Мы так быстро соединились с ним, что я не успела представить его до начала разговора. Поэтому вы слышали следователя, который занимается уголовным делом. Он говорит, что все как бы хорошо. Вот, Сергей, по вашему мнению, что не соответствует действительности? Ну, не соответствует действительности практически все, что он сказал. Во-первых, в соответствии с УПК Российской Федерации, в 10-дневный срок, как максимум в 10-дневный срок по сообщению о том, что не причинены телесные повреждения, должно было быть принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Такое решение до настоящего времени не принято. Это не в рамках уголовного дела. То есть ваше обращение, то есть зафиксировано обращение. Зафиксировано обращение, вам нанесены телесные повреждения, в том числе, значит, сотрясение мозга. Это черепно-мозговая травма. Там написано так, закрытая черепно-мозговая травма, запятая сотрясение мозга. Сотрясение мозга. И с руками еще что-то дано, дана оценка. Значит, да, дана оценка. Я напоминаю, что были надеты наручники. Не имеют палец и болит локоть. Вы считаете, что это было сделано целенаправленно, наручники были затянуты слишком сильно. Да. И несмотря на ваши требования, в течение порядка около часа вы просили ослабить. 50 минут. 50 минут вы просили ослабить, наручники вам не ослабляли. Экспертами это зафиксировано? На экспертизу я ходил буквально позавчера. Значит, экспертами это зафиксировано. Зафиксировано. То есть и вы считаете, что в свете действующего законодательства на ваше обращение фактически должна быть доследственная проверка проведена, доследственная проверка, или возбуждено, или официально отказано в возбуждении уголовного дела? Да. В отношении уже действующих сотрудников полиции. В отношении действий сотрудников полиции по отношению ко мне. В отношении, допустим, давайте так, предметно. Тот человек, который наносил вам удары, который бил вас лицом об асфальт, тот, который застегивал на вас наручники, это один и тот же человек или разные? Один и тот же человек. Как его зовут, вы знаете? Это сотрудник вне ведомственной охраны Абухов. Но вот это тот человек, который не представлялся на ваши требования, отказался представиться. Именно он меня и послал, скажем так, нецензурно. Именно он и выбил у меня телефон из рук, и именно он порвал у меня рубаху. Именно он же нагрубил моей жене, сказав, женщина, идите отсюда, вы пьяны. Это все один и тот же человек. Он и действовал именно на улице, около этого кафе, прикрывая свои незаконные действия вверху, когда мы были внутри. Вы знаете, ну вот, вы слышали, да, мнение сотрудника пресс-службы ОМВД. Ну, Сергей Павлович пояснил, что, в общем-то, ребята, в принципе, выезжали по тревожной кнопке и были настроены на такие достаточно серьезные, наверное, разборки. Хотя, в принципе, никакие истории на данном этапе не реабилитируют поведение сотрудника. Ну что ж, давайте у нас есть на связи адвокат, человек, который занимается вашим делом. Это Ирина Катаева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вообще, на ваш взгляд, что здесь происходит? Ведь у человека есть телесные повреждения, но, как вариант, ему светит впереди тюрьма, насколько я понимаю. Нет, ну я не могу сказать, что ему конкретно светит, потому что... Нет, подождите, статья подразумевает до пяти лет лишения свободы. Нет, ну конечно, да. И гипотетически, извините, если в том ключе и дальше пойдет, Сергей окажется на нарах. Может оказаться на нарах? Может. Может оказаться. Да, конечно, может. Что происходит, на ваш взгляд? Ну, так сказать, вопрос-то в чем? Что мы намерены предпринять? Хорошо. Что вы намерены предпринять? Ну вот мы... В настоящее время, конечно, написаны жалобы везде, да, в том числе, так сказать, от родственников Сергея Владимировича, которые тоже, так сказать, были участниками этой ситуации и пострадали в том числе. Но вот такая категория дел по 318 статье Уголовного кодекса, она очень сложная для защиты именно, скажем, вот на стороне Сергея Владимировича, потому что, как правило, все сотрудники полиции, которые туда выезжали, они говорят одинаково, да, говорят в защиту своего сотрудника, при этом им нужно как-то оправдать свои действия по применению физической силы, по применению наручников, поэтому, так скажем, система, она в любом случае будет бороться за своих. И поэтому... Ирина, простите, пожалуйста, вас с прервом. У меня к вам вот какой вопрос. Ведь была все-таки свадьба. Разборки-то были не один на один, или там 2-3 человека, которые могут не вызывать доверия у следствия или у суда. Народу-то было 50 человек, и значительная их часть присутствовала при вот этих вот всех выяснениях отношений с побоями или без побоев. То есть есть свидетели, и Сергей говорит о том, что следствие его не слышит. Однако мы сейчас связывались с Александром Владимировичем Харюшиным, это следователь по делу, и он говорит, мы рассматриваемся сторонне. То есть он совершенно категорично и однозначно заявил, что следствие не ведется в одностороннем порядке, а рассматривается абсолютно все. Вы согласны с утверждением следователя, или у вас иное мнение по этому вопросу? У меня иное мнение, потому что с момента, как началось уголовное дело, мною написано уже не одно, а очень много ходатайств, в том числе о допросе лиц, которые, так сказать, были, либо косвенно могут что-то об этом пояснить. Вот у меня мы сегодня даже с Сергеем Владимировичем обсуждали, что последний раз ходатайство вновь мое было отклонено, с такой формулировкой, что следствие не интересует свидетелей, которые могут пояснить эти обстоятельства. У меня на руках документы. Поэтому я не могу сказать, что следствие на сегодняшний день ведется беспристрастно, потому что косвенные свидетели, они тоже, так сказать, имеют определенное, так сказать, значение. Ведь проблема в том, что это происходило не в самом зале, где свадьба была, а в коридоре. И там немного было народа, потому что сотрудник полиции, я думаю, если бы было много свидетелей, он бы так действовать не стал. Ясно, ясно. Ирина, спасибо вам большое. Мы услышали мнение адвоката Сергея Короткова. Это была Ирина Катаева. Ну что ж, у нас остается буквально 30 секунд за завершение эфира. Подвожу итоги. Могу сказать, что, ну, меня больше всего, конечно, потрясло о том, что Сергей согласился на прохождение детектора лжи, то есть на проверку на детекторе лжи. Но при этом следствие категорически совершенно однозначно заявило, что сотрудник полиции, который, как утверждает Сергей, сотрудник полиции, который, как утверждает Сергей, наносил ему удары, было сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и так далее, следствие отказалось проводить детектор лжи для сотрудника полиции. Я считаю, что это, наверное, неправильно. Это наводит на размышления. Итак, мы завершаем эфир. Мы завершаем эфир. Прощаюсь с вами. Но прощаюсь не до пятницы, как обычно, а прощаюсь до завтрашнего дня. Завтра я снова буду в студии. Темы будут очень интересные, поэтому надолго мы не расстаемся. Спасибо гостю нашему Сергею Короткову. Спасибо за то, что вы были с нами, рассказали свою историю. Всем до свидания. Удачи.